Часть 15. Лидия Николаевна уже была в постели. Она испуганно отказалась от приглашения танцоров и теперь дремала чутким старушечьим сном, сквозь который огромными шкапами, полными дрожащей посуды, проходил грохот поездов. Изредка сон ее прерывался, и тогда ей смутно слышны были голоса в номере шестом. Мельком ей приснился Ганин, и во сне она все не могла понять, кто он, откуда. Его облик и наяву был окружен таинственностью. И не мудрено, никому не рассказывал он о своей жизни, о странствиях и приключениях последних лет, да и сам он вспоминал о бегстве своем из России как бы сквозь сон, подобный морскому, чуть сверкающему туману. Быть может, Машенька ему еще писала в те дни, в начале девятнадцатого года, когда он дрался на севере Крыма, но этих писем он не получил. Пошатнулся и пал перекоп. Ганин, контуженный в голову, был привезен в Симферополь, и через неделю больной равнодушный, отрезанный от своей части, отступивший к Феодосии, попал по неволе в безумный и сонный поток гражданской эвакуации. В полях, на склонах инкерманских высот, где некогда мелькали в дыму игрушечных пушек алые мундиры солдат королевы Виктории, уже цвела пустынная и прелестно крымская весна. Молочно-белое шоссе шло, плавно вздымаясь и опускаясь. Откинутый верх автомобиля трещал, подпрыгивая на выбояных. И чувство быстроты, с чувством весны, простора, бледно-оливковых холмов вокруг, слилось в нежную радость, при которой забылось, что это легкое шоссе ведет прочь от России. Он приехал в Севастополь, еще полный этой радости, и оставив чемодан в белокаменной гостинице Киста, где суета была необыкновенная, спустился, пьяный от туманного солнца и мутной боли в голове, мимо бледных колонн дорического портика, по широким гранитным пластинам ступеней, к графской пристани, и долго, без мысли об изгнании, глядел на голубой млеющий блеск моря, а потом поднялся снова на площадь, где стоит серый Нахимов в долгом морском сюртуке с подзорной трубкой, и, добредя по пыльной белой улице до самого четвертого бастиона, осматривал серо-голубую панораму, где настоящие старинные орудия, мешки, нарочито рассыпанные осколки и настоящий, как бы цирковой песок, за круговой буль устрады переходили в мягкую, сизую, слегка душноватую картину, окружавшую площадку для зрителей и дразнившую глаз своей неуловимой границей. Так и остался Севастополь у него в памяти, весенний, пыльный, охваченный какой-то неживой сонной тревогой. Ночью уже с палубы он глядел, как по небу над бухтой надуваются и снова спадают пустые белые рукава прожекторов, и черная вода гладко лоснилась под луной, и подальше в ночном тумане стоял весь в огоньках иностранный крейсер, покоясь на золотистых текучих столбах своего же отражения. Судно, на которое он попал, было греческое, грязное. На палубе спали в повалку смуглые нищие беглецы из Евпатории, куда утром заходил пароход. Ганин устроился в кают-компании, где тяжело качалась лампа, и стояли на длинном столе какие-то тюки, как гигантские бледные луковицы. А потом пошли чудеснейшие, грустные морские дни. Двумя скользящими белыми крылами, вскипавшие навстречу пена, все обнимала, обнимала нос парохода, разрезавший ее, и на светлых скатах морских волн мягко мелькали зеленые тени людей, облокотившихся у борта. Скрежетала ржавая рулевая цепь. Две чайки плавали вокруг трубы, и влажные клювы их, попадая в луч, вспыхивали точно алмазные. Рядом заплакал толстоголовый греческий ребенок, и его мать стала в сердцах плевать на него, чтобы как-нибудь его успокоить. И вылезал на палубу кчегар весь черный, с глазами, подведенными угольной пылью, с поддельным рубином на указательном пальце. Вот такие мелочи, не тоску по оставленной родине, запомнил Ганин, словно жили одни только его глаза, а душа притаилась. На второй день, оранжевым вечером, показался темный Стамбул, и медленно пропал в сумраке ночи, опередивший судно. На заре Ганин поднялся на капитанский мостик. Матово-черный берег скутере медлительно синел. Отражение луны суживалось и бледнело. Лиловое синего небо переходило на востоке в червонную красноту, и мягко светлее Стамбул стал выплывать из сумерек. Вдоль берега заблестела шелковистая полоса ряби. Черная шлюпка и черная феска беззвучно проплыли мимо. Теперь восток белел, и ветерок подул, соленой щекоткой прошел по лицу. На берегу где-то заиграли зорю, промахнули над пароходом две чайки, черные, как вороны, и с плеском легкого дождя сетью мгновенных колец прыгнула стая рыб. И потом пристал ялик. Тень под ним на воде выпускала и втягивала щупальцы. Но только когда Ганин вышел на берег и увидел у пристани синего турка, спавшего на огромной груди апельсинов, только тогда он ощутил пронзительно и ясно, как далеко от него теплая громада Родины и та Машенька, которую он полюбил навсегда. И все это теперь развернулось, переливчато сверкнуло в памяти и снова свернулось в теплый комок, когда Подтягин растерянно через силу спросил, давно ли вы покинули Россию? Шесть лет, ответил он коротко. А потом, сидя в углу под томно-фиолетовым светом, обливавшим скатерть отодвинутого стола и улыбавшиеся лица Колина и Горноцветова, которые молча и быстро танцевали посреди комнаты, Ганин думал. Какое счастье! Это будет завтра. Нет, сегодня ведь уже заполночь. Машенька не могла измениться за эти годы. Все так же горят и посмеиваются татарские глаза. Он увезет ее подальше, будет работать без устали для нее. Завтра приезжает вся его юность, его Россия. Колин, подбоченеси встряхивая, откинутой слегка головой, то скользя, то притаптывая каблуками и взмахивая носовым платком, вился вокруг Горноцветова, который, присев, ловко и лихо выкидывал ноги все шибче и, наконец, закружился на согнутой ноге. Алферов, охмелевший в конец, благодушно покачивался. Клара тревожно вглядывалась в потное серое лицо Подтягина, который сидел как-то боком на постели и время от времени судорожно поводил головой. — Вам нехорошо, Антон Сергеевич, — зашептала она. — Вам нужно лечь. Уже второй час. О, как это будет просто! Завтра? Нет, сегодня. Он увидит ее. Только бы совсем надрызгался Алферов. Всего шесть часов осталось. Сейчас она спит в вагоне, промахивает в темноте телеграфные столбы, сосны, взбегающие скаты. Как стучат эти скачущие юноши? Скоро ли они кончат плясать? Да, удивительно просто. В действиях судьбы есть иногда нечто гениальное. — Да, я, пожалуй, пойду, прилягу. Глухо сказал Подтягин и, тяжело вздохнув, встал. — Куда же вы, идеал мужчины? Стойте! Побудьте еще моментик! — радостно забормотал Алферов. — Пейте и молчите! Обернулся к нему Ганин и быстро подошел к Подтягину. — Обопритесь на меня, Антон Сергеевич! Старик мутно глянул на него, сделал движение рукой, как будто целился на муху, и вдруг с легким клекотом зашатался, повалился вперед. Ганин и Клара успели поддержать его, танцоры заметались вокруг. Алферов, еле ворочая вязким языком, заблябал с пьяным равнодушием. — Смотрите, смотрите, это он умирает! — Не вертитесь зря, горноцветов! — спокойно говорил Ганин. — Держите его за голову, Колин, вот здесь, подоприте. — Нет, это моя рука, повыше. — Да не глазейте на меня, повыше, говорю вам. — Откройте дверь Клары. Втроем они понесли старика в его комнату. Алферов, пошатываясь, вышел было за ними, потом вяло махнул рукой и сел у стола. Дрожащей рукой налив себе водки, он вытащил из жилетного кармана никелевые часы и положил их перед собой на стол. — Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Повел он пальцем по римским цифрам и замер, боком повернув голову и одним глазом следя за секундной стрелкой. В коридоре тонкой взволнованно затявкала такса. Алферов поморщился. Паршивый пес, раздавить бы его! Погодя немного, он вынул из другого кармана химический карандашик и намазал лиловую черточку по стеклу над цифрой восемь. — Едет, 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 — думал он в такт тиканью. Он пошарил глазами по столу, выбрал шоколадную конфету и тотчас же выплюнул ее. Коричневый комок шлепнулся об стену. — Три, четыре, пять, семь. Опять засчитал Алферов и с блаженной мутной улыбкой подмигнул циферблату. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok